Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы продолжаем с вами разбор мировой 20-й, 3-го раздела по простое воспроизводство. И хочу напомнить, что если раньше мы разбирали воспроизводство у отдельных капиталистов, то сейчас мы разбираем производство, если можно так выразиться, в народном хозяйстве в ЦРМ для совокупного капиталиста. И если раньше нас не интересовало, куда рабочие потратят свои деньги, свою зарплату, смогут ли они на свою зарплату купить продуктов, чего-то еще, сможет ли капиталист сбыть свою продукцию, сможет ли капиталист купить новые средства производства на вырученные им средства от продажи. То есть мы здесь рассматриваем такого отдельного капиталиста, функционирующего в идеальной такой среде, где нет никаких проблем ни со сбытами, ни с дефицитами, ни с чем. А сейчас мы рассматриваем обращение общественного капитала. То есть это всего капитала в обществе, в одной стране, или даже и в мировом масштабе здесь можно рассматривать в ЦРМ. И вот мы подошли к четвертому параграфу. Четвертый параграф – это обмен в пределах подразделения 2. В предыдущих параграфах мы выделили две отрасли экономики. Это отрасль 1 – производство средств производства. Два подразделения, точнее. Разделение 1 – производство средств производства. И подразделение 2 – это производство товаров потребления. И вот здесь мы в четвертом параграфе, мы подошли к обмену в предыдущих подразделения 2. И смотрим, откуда же берутся необходимые жизненные средства и предметы роскоши. Кто может начать? А есть необходимость повторить первые условия воспроизводства? Или будем считать, что все уже знают, либо найдут самостоятельно? Первые условия воспроизводства – это условия баранцев? Мы рассматривали на прошлом занятии. Это, грубо говоря, баранцев, обмена между подразделениями 1 и 2. Да. Нет, частично там. Так, сейчас. То есть, что стоимость, не стоимость, заработная плата рабочих первого подразделения и прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения должны равняться стоимости потребленных средств производства второго подразделения. Перед глазами лежит схема Марксова, то она будет выглядеть так. 1В плюс 1М должно равняться 2С, где 1 – это первое подразделение, а 2 – это второе подразделение. В – заработная плата, а М – прибавочная стоимость. Все средства производства. Это вот и есть отсутствие перепроизводства и дефицита, то есть баранцев между двумя подразделениями. В каком-то смысле. Давайте все-таки потратим 2-3 минуты, потому что на слух, наверное, сразу сходу будет тяжело. Не только слушателям, а нам самим как бы включиться. Значит, если перед глазами у вас схемы лежат, то вот проследим за логикой Маркса. Итак, первое подразделение, там написаны определенные суммы для примера. Это 1С, то есть стоимость потребленных средств производства, плюс какое-то количество 1В – это заработная плата рабочих первого подразделения, и 1М – прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения. И под ним похожи только циферками 2, где идет стоимость потребленных средств производства второго подразделения, заработная плата рабочих второго подразделения и прибавочная стоимость капиталистов второго подразделения. И вот первое условие простого воспроизводства выявили на прошлом занятии вслед за Марксом, что заработная плата и прибавочная стоимость рабочих и капиталистов первого подразделения должна равняться стоимости потребленных средств производства второго подразделения. А дальше по логике, если смотреть на эту схему, то у нас что получается? Пока мы не рассмотрели, 1С – это стоимость потребленных средств производства первого подразделения. И также я напомню, что задача стоит не просто, не только стоимостной формы, вот эти вывести формулы обмена, но и по натуре, натурально-вещественной содержащей. Ну давайте рассматривать, значит, по натурально-вещественной структуре, что такое 1С? Это изношенные станки, это то, что капиталист должен купить. Это производство. Да, средство производства. А результатом производства первого подразделения что является? Средство производства. Это производство. Значит, капиталисты первого подразделения могут возместить потребленные средства за счет произведенных в их же подразделении. То есть этот обмен, он идет не между первым и вторым подразделениями, а внутри первого подразделения. То есть все просто и понятно. То есть капиталисты, производящие средства производства, возьмут у самих себя изношенные в процессе производства средства производства. Вот есть с этим делом. Вторая часть. И вот теперь мы переходим к теме нашего занятия. А к тому, что мы не рассмотрели еще заработную плату. Виктор Иванович, а вот вопрос такой у меня здесь возник. А вот есть еще и заработная плата и прибавочная стоимость у капиталистов второй группы. А вот за счет чего они ее возмещают? Не за счет... Как это сегодняшнее занятие. И я вас просто перебил. Чтобы исполнить предыдущие. Мы должны это как раз рассмотреть. Понял, понял, понял. А так пойдем, что внутри этого подразделения Марш делает два отдела или подотдела производства предметов потребления. Широкого потребления, народного. И предметов роскоши. Но это уже последующее. А так я вот сейчас подвел к теме сегодняшнего занятия. Ну вот тема сегодняшнего занятия. Есть этот как раз обмен в рамках подразделения нашего второго. Где и так же вот Марк здесь различает необходимые жизненные средства и предметы роскоши. Но имея в виду, что необходимые жизненные средства потребляют как рабочие, так и капиталисты. Но предметы роскоши потребляют, конечно, в основном капиталисты, очень редко когда рабочие. Значит, ну и вот здесь, в частности, важнейший вопрос, он считает, а именно вопрос о том, до какой степени распадение стоимости всякого индивидуального капиталистически произведенного товарного продукта на С плюс В плюс М сохраняет свою сиру и по отношению к стоимости всего годового продукта. Ну, по стоимости всего годового продукта, я понимаю так, что это вот продукт, произведенный обществом в ценах, общественного продукта. Ну, конечно. Даже если это распадение посредственно различными формами проявления. Ну, этот вопрос, он пишет далее, разрешается, с одной стороны, посредством обмена заработной платы и прибавочной стоимости первой группы на средства производства второй группы и второго подразделения. А с другой стороны, в исследовании того, каким образом средства производства первой группы, воспроизводства в годовом товарном продукте, подразделения один. Это исследование написано, будет предпринято позже. Ну и вот, ну и кто тут может сказать по предметам потребления и предметам роскоши? Оксана Евгеньевич, давайте. Ну, средства потребления – это все товары, которые входят в потребление как рабочих, так и, ну, капиталистов, скажем так, в обычной жизни. То есть, необходимые средства потребления, а предметы роскоши – это в основном только касается класса капиталистов. Вещи, так скажем, с высокой добавленной стоимостью, которые недоступны для рабочего класса. То есть, там дорогие автомобили, там язвы, дворцы и так далее. Вертолеты там разнообразные, чтобы было понятно сегодняшнему зрителю. Ну, что еще здесь можно сказать? Это для того, чтобы весь этот пазл как бы сложился, да, получается? Да, вот, МА здесь делит. Значит, два, он здесь делит пододеры вот это, жизненных средств, вернее, так, потребление вот этой второй группы, он делит на два пододера. 2А – это потребление необходимых жизненных средств, и 2Б – это потребление предметов роскоши. 2Б – это производство предметов роскоши, производство, я имею в виду, да, это определение второе – производство предметов роскоши. А здесь, конечно, речь идет о производстве этих предметов. 2А – это производство предметов потребления жизненно необходимых, и причем к этим жизненно необходимым, тут МАК задается вопросом, а является ли, скажем, табак жизненно необходимым средством? Ну, и он на него отвечает так, что хоть скоро табак – это необходимая для многих вещь, то тогда, значит, это все-таки к жизненным средствам относится, хотя вроде как физиологически табак организму не очень нужен, а не предмет роскоши. Вот, ну и далее он здесь приводит пример. Да, какой пример? Значит, рабочие под отдела 2Б – это те, которые производят предметы роскоши, в обратную свою рабочую силу, получили деньги. И они покупают у капиталистов под отдела 2А, то есть тех капиталистов, которые производят необходимые жизненные средства, на эти деньги, а затем вот они идут к этим капиталистам 2А, отдают им эти деньги, а категория этих капиталистов, они покупают тоже на эту же сумму у капиталистов, которые производят предметы роскоши, у капиталистов 2Б, и таким образом капиталистам под отдела 2Б притекает обратно в денежной форме их переменный капитал. Понятен этот круговорот совершившийся? То есть есть какая-то фабрика по производству предметов роскоши. Рабочие на ней получили зарплату. Зарплату эту реализовывать, они пошли не на свою фабрику, которая там производит предметы роскоши, она им не нужна. Они пошли к капиталисту группы под отдела А, вот этого, к капиталисту, который производит товары необходимого жизненного спроса, к буручнику, к мяснику, еще там к кому-то, вот. И они оплатили ему вот эти зарплату свою 100, вот это вот за эти предметы первой жизненной необходимости. А потом уже этот капиталист, получив эти деньги, он их понес капиталисту, который производит предметы роскоши. Вот хозяину этих рабочих, которых напитал капиталист, мясник там, буручник, портной и так далее. Но он пошел, этот портной, ну в смысле не портной, а капиталист в родине спортмяжной фабрики, он пошел уже к ювелиру, грубо говоря, за кольцом золотым для жены, и эти деньги ему отнес. То есть здесь вот такой, как я вижу, уговорот. Да, Виктор Иванович? Ну, конечно, да. Ну, для вас, конечно, а мы вот уже шевелим мозгами. Ну почему, все шевелим. Здесь, значит, логика достаточно простая и понятная, но нельзя терять нить, потому что если нить потеряешь, то все. Да, то есть больше если переменный капитал из одного пододела, перетек от оплаты за товары в другую пододелу. Нет, тут не только переменный капитал, тут еще обмен между сферами переменного капитала и прибавочной стоимости. То есть рабочий свой переменный капитал понесли вот этому капиталисту, который производит средства потребления, а у капиталиста, который производит средства потребления, это уже М, прибавочная стоимость. Значит, и он ее пошел тратить на средства роскоши капиталисту, владельцу вот этой фабрики, на которой работали рабочие подразделения. Не то говорю. Значит, ну да, правильно, и пошел тратить деньги капиталисту фабрики под одето Б, которые производят предметы роскоши. То есть здесь имеет место переменный капитал, а этот капиталист пошел золото покупать за прибавочную стоимость свою. То, что распоряжение. Я имею в виду, что переменный капитал, который получили рабочие 2Б, они отнесли капиталисту 2А. Эта сумма распалась на прибавочную стоимость, которую он уже отнесет обратно к капиталисту, и отчасти на переменный капитал, который он заплатит своим рабочим. Ну тогда уж и отчасти на постоянный капитал, который он возместит тоже. Нет, прибавочная стоимость не идет к работе. Нет, прибавочная стоимость отдельно идет. Да, 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 капитал тоже. Иван Михайлович, мне кажется, надо хорошенько усвоить постановку задачи Марксона в самом начале. То есть вот два подразделения больших, да, сейчас во втором подразделении он вел два отдела или два подотдела. Проблема реализации, она идет в двух плоскостях. По стоимости и по натуре. И получаются большие различия. Так надо вот, если мы сейчас рассматриваем сегодня два подотдела второго подразделения, где производятся предметы потребления. Значит, по стоимости, то есть по натуре, подотдел первый, это производство предметов потребления, ну первой необходимости, скажем, жизни, обычной. Простите, что я перебиваю. А вот если мы не рассматриваем спекулятивную составляющую, это такое существенное значение имеет все равно стоимости натуры? Иван Николаевич, вот этих всяких моментов будет множество. А надо брать, абстрагироваться от них, абстрагироваться от спекуляции, абстрагироваться от много чего. Там от роста производительницы труда, ну как бы врачистом виде, чтобы идею понять. А потом уже уточнять, развивать. Это тогда имманентное свойство товара, продукта при капитализме. А тут имеет большое значение, мы берем в натуре или мы берем по стоимости? Конечно, это основное. Ведь товар у нас имеет две стороны. Потребительная стоимость и стоимость. И пошло-поехало. Да. И рабочий, и труд имеет двойственный характер. То есть, а натура, вы хотите сказать, это потребительная стоимость? Конечно, натуральная и честная форма, предметы потребления и средства производства. Ну это же геометральная противоположность. Понятно, понятно. Так вот я закончу. Значит, возьмем первый подотдел. По стоимости это что такое? Это заработная плата рабочих и прибавочная стоимость капиталиста. А по натуральной вещественной составляющей это предметы потребления. Самый обычный, самый, так сказать, необходимый. Второй подотдел по стоимости это что? Это заработная плата рабочих этого подотдела и прибавочная стоимость капиталистов этого подотдела. А по натуральной вещественной составляющей это предметы воскоши. Вот это надо хорошенько запомнить. Как говорится, что вы ночью разбудили, ты мог сказать. А дальше уже логически, если вы это, так сказать, усвоили, все можно выводить. Ну первый вопрос, который вы рассмотрели. Заработная плата рабочих второго подотдела. Куда понесет он свою заработную плату? Он может реализовать ее у себя в подотделе. Как купить продукцию, которую выпускает он сам на предприятиях. Капиталиста второго подотдела. Нет, почему? Потому что это роскоши производится, а ему нужно хлеб, одежда обычная и так далее. Поэтому, естественно, логически вот из этого вытекает, что он заработную плату понесет в первый подотдел. Будет покупать продукцию, капиталистические предприятия первого подотдела. Второй вопрос я сходу задаю. А заработную плату рабочие первого подотдела где будут платить? Там же. Почему? Потому что им тоже нужны средства. Конечно. Они не понесут во второй подотдел, где производятся предметы роскоши. Они будут брать внутри. А с капиталистами несколько иначе. Куда потратит прибавочную стоимость капиталист первого подотдела? И туда, и туда. Совершенно верно. Потому что ему нужно все-таки есть картошку с хлебом, с колбасой, хоть чуть-чуть. Нужно. И предметы роскоши нужны. А предметы роскоши где производятся? Во втором подотделе. Ну и последнее, прибавочную стоимость капиталисты второго подразделения куда понесут? То же самое и туда, и туда. Туда, и туда. А вот дальше уже можно рассуждать, в какой степени все это распадается, в каких долях и так далее. Там много, получается, вопросов, Макс рассматривает. Кто желает, может рассказать. Да, тут это достаточно все это продробно, скрупулезно и, так сказать, довольно муторно для изучения, прямо скажем. Ну да, предметы потребления, это, получается, что предметы для производства и воспроизводства рабочей силы. Ну да, и капиталистов тоже, если можно так выразиться. Ну да, но у них хорошая такая рабочая сила, там, колбаска дорогая, там все. Ну, это вы, это вы, это вы так думаете, Иван Михайлович, а они по-другому думают. Ну, все, Фермен тоже по-другому думает. Ну да, тут очень длинные эти расчеты. Ну, так в целом-то понятно, но он очень скрупулезно, Марк, да, все это пишет. Ну, тут вот он пишет случаи, он тут несколько случаев рассматривает. Первое, 400 чего-то там из рабочих пододера, которые произведут необходимые средства, употребляются рабочими пододера 2А. То есть, частью продукта которых являются 4СВА. Рабочие покупают, то есть, рабочие вот этого пододера А, они что производят, тоже и покупают у капиталистических производителей своего пододера. И к этим производителям возвращаются эти вот деньги. То есть, возвращается переменная капитальная стоимость, выданная в качестве заработной платы, тем самым рабочим. На эту стоимость капиталисты могут вновь купить себе рабочих. То есть, мы здесь пока рассматриваем простое воспроизводство, нерасширенное. То есть, вот они не больше рабочих наймут, они вот сколько к ним вернулось, сколько же рабочих и наймут. Так, второй случай. Часть суммы 400 тоже там прибавочной стоимости, уже не зарплаты, а прибавочной стоимости капиталиста, вот этого, который производит жизненные стоимости, равная сумме... Вот часть суммы, вот часть прибавочной стоимости капиталист под отделом А, производящий необходимые средства, равная сумме 100 чего-то там, то есть, равная 1 четверть своей прибавочной стоимости, реализуется в предметах роскоши следующим образом. Рабочие, вот в под отделе Б, производящие предметы роскоши, получают от капиталистов своего под отдела 100 фунтов стиринга в виде заработной платы. У меня эту сумму, они покупают четвертую часть М, то есть, покупают товары, состоящие из необходимых жизненных средств. Капиталисты под отделом А покупают на эти деньги предметы роскоши на такую же сумму, стоимостью 100 В, то есть, покупают половину всех произведенных предметов роскоши. Таким образом, капиталистам под отделом А возвращается в денежной форме их переменный капитал, и они посредством выполнения покупки рабочей чьей могут снова начать свое производство. Так как, естественное, капитал все под разделение 2 уже возмещен, благодаря обмену первого подразделения переменного капитала и прибавочной стоимости на изношенное оборудование второго подразделения. Вот, тут подробно все это рассматривается. Далее третий случай. Переходим к обмену между под отделами А и Б, поскольку он является теперь обменом лишь между капиталистами обоих под отделов. В предыдущем изражении решен вопрос о переменном капитале 400 В и отчасти прибавочной стоимости. Четверть своей прибавочной стоимости он решил потратить капиталист по отделу А и потратить. А теперь также решен вопрос о переменном части 100 этих самых каких-то там тубриков под отделе Б. Мы предполагали далее, что среднее соотношение в расходовании капиталистического дохода в обоих под отделах составляет 2 пятых на предметы роскоши и 3 пятых в необходимые жизненные потребности. Поэтому, ну и короче, здесь вот он все вот эти балансы подводит, как они, какую часть своего, своей прибавочной стоимости капиталист делит, расходует на необходимые жизненные средства, какие на предметы роскоши. Я думаю, что наиболее скрупулезные слушатели нашего кружка, они вот это, парни, могут подробно изучить, потому что у меня здесь боюсь, что здесь может он за разом зайти. И здесь, если кто готов это рассмотреть, то, наверное, можно в парне это рассмотреть здесь на мощность, скажем так. Но я думаю, что будет гуманнее оставить это слушателям для самостоятельного изучения все вот эти подробности. Илья Викторович, вы считаете, что здесь что-то существенное? Нет, остаться. Здесь надо и общие закономерности рассматривать, мы их рассматриваем и запомнить, а потом применять. Как пишет Марс, предполагая простое воспроизводство, мы необходимо приходим к следующему результату. Первое. Новая стоимость, созданная годовым трудом в натуральной форме средств производства, которая распадается на В плюс М, равна произведенной форме предметов потребления постоянной капитальной стоимости С, содержащейся в стоимости продукта, произведенную другой частью годового труда. Если бы эта новая стоимость была меньше постоянного капитала второго подразделения, то подразделение 2 не могло бы полностью возместить свой постоянный капитал. Если бы она была большая, то Илья Викторович остался бы неиспользованным. В обоих случаях было бы нарушено предположение, что совершается простое воспроизводство. То есть получается, что, в общем-то, простое воспроизводство – вещь невозможная, потому что никогда вы здесь точно в масштабах всего общественного воспроизводства в баланс не подведете. Абстрактная вещь. Да, Виктор Иванович? Нет, она возможная и не абстрактная. Это момент расширенного воспроизводства. Мы всегда из любого расширенного воспроизводства, которое в жизни есть, мы можем выделить простое, инвесовать любые схемы. Это уж точно можно, 100% сделать. А в жизни, конечно, есть расширенное воспроизводство, если брать долговременную тенденцию. В реальной жизни непременно либо на скрадах что-то сгниет, либо кто-то останется в самый нужный момент без нужных средств производства. Ну и это не отменяет то, что производство расширенное. Понятно. Для капитализма характерно расширенное воспроизводство. Кроме, наверное, нынешней нашей России. То есть, и здесь мы подходим, вот, ну это несколько включений некоторое, к благостям плановой экономики, где все это рассчитано заранее, и все, так сказать, делается сбалансированно, ну более-менее, если, конечно, не учитывать момент товарности в этой самой экономике данной. Если рассматривать, далее, второе, если рассматривать годовой продукт, произведенный в форме предметов потребления, то переменный капитал В, авансированный на его производство в денежной форме, может быть реализована его получателями, поскольку ими являются рабочие и производящие предметы роскоши лишь в той части необходимых жизненных средств, в которой воплощена прибавочная стоимость капиталистических производителей последних, и следовательно В, затраченная на производство предметов роскоши, то есть зарплата затраченная, то есть зарплата, полученная рабочими, производящими предметы роскоши, по величине своей стоимости равна соответствующей части М, произведенной в форме необходимых жизненных средств, а потому должна быть меньше всего этого М, то есть должно быть меньше 2М, причем только посредством реализации, указанного В, посредством обмена на эту часть М, капиталистическим производителем предметов роскоши, возвращается в денежной форме, авансированный ими переменный капитал. То есть тут имеется в виду, что капиталисты первого пододдела, они не всю свою прибавочную стоимость тратят на предметы роскоши, да? Вот что-то я не очень понял. Значит, заработная оплата рабочих, производящих предметы роскоши, она по величине своей стоимости равна соответствующей части М, произведенной в форме необходимых жизненных средств, то есть вот у капиталистов, которые производят первые части А, поэтому должна быть меньше всего этого М. То есть капиталисты первого пододдела, пододдела А, которые производят необходимые жизненные средства, они не всю свою, не весь свой доход, не всю свою прибавочную стоимость тратят на предметы роскоши, а только некоторую часть. Поэтому вот В рабочих пододдела Б, пододдела роскоши, она должна быть меньше вот этого М, получаемого капиталистами первого пододдела, да? Какова здесь мораль? Ну, естественно, там же человек не знает, чтобы пойти на зарплату рабочим первого пододдела. То есть причем меньше на, меньше вот этой прибавочной стоимости, получаемой капиталистом пододдела А, причем только посредством реализации указанного В, посредством обмена на эту часть тем капиталистическим производителем предметов роскоши возвращается в денежной форме, а авансированный ими переменный капитал. Чей язык можно схомать, не то что мозг. Это явление совершенно аналогично реализации первого подразделения, реализации заработной платы и прибавочной стоимости, полученной в первом подразделении производства средств производства, посредством обмена на средства производства постоянный капитал второго подразделения. Различие заключается лишь в том, что рассматриваем в случае зарплата рабочих, производящих предметы роскоши реализуется лишь путем обмена на часть прибавочной стоимости капиталистов, производящих необходимые товары. Стоп, минуточку, ну вот это понятная идея, да? Почему только на часть? Ну потому что он все не может на роскошь купить, на все, ему надо еще и есть чего-то. Капиталист-то, он тратит какую-то часть... Это по стоимости, а по натуре. Натурально-вещественно-составляющего прибавочной стоимости капиталиста первого подотдела это предметы первой жизненной необходимости. Ну конечно. И рабочие второго подотдела всю свою зарплату должны как бы обменять на... На часть, только лишь прибавочную стоимость. Да, на часть. По натуре она составляет предметы потребления. А у капиталиста вот этого первого подотдела прибавочной стоимости, и часть какая-то должна ему остаться на предметы роскоши, правильно? То есть, получается, что вот подотдел А, этот производящий предметы необходимого спроса, необходимые жизненные средства, он получается должен быть количественно более разным, более многочисленным. Конечно. Нежели вот подразделение подотдел Б, производящие предметы роскоши. Чтобы только на часть его прибавочной стоимости могла существовать вся вот эта отрасль. Обратите внимание, что есть еще рабочие первого подразделения и капиталисты первого подразделения. Да. Тоже хотят... Рабочие первого подразделения, это вот один В, они всю свою зарплату должны зарасходовать именно в первом подотделе второго подразделения. И капиталисты первого подотдела там уже у себя... Конечно, да, в первом подотделе частично, во втором подотделе, где производятся предметы роскоши. То есть, очень усложняются схемы. Я думаю, здесь только вот идеи ухватывать вот эти цепочки логические. Да. А там, по-моему, и в цифрах показано, что предметы роскоши ниже по цифрам, чем предметы... Конечно, конечно, причем значительно, да. Да. Собственно, сказанное сохраняет свою силу лишь по стойку, поскольку все действительно являются результатом самого просредства воспроизводства. Средственно, поскольку, например, капиталисты 2Б не получают денежного капитала для авансирования рабочей праты при последствии кредита или из каких-либо других источников. То есть, здесь это не рассматривается, здесь чисто все на балансе. То, чему не услышит, если кто-то что-то кому-то не продаст, то это все кранты всему, все встало. Так, далее... Предполагается, что все продадут и все обменяют. Да. Берем мы в чистом виде, как бы, абстрагируемся от многих моментов. Да. Предмет уже дальнейшего исследования и развития маршевых схем. Хотя, конечно, реальной экономики без накопления, в смысле, без язерного капитала, без кредитов не бывает. Вот, далее здесь товарищ Маркс полемизирует гражданином Смитом, Адамом. Ну вот я не знаю, надо ли это, Виктор Ильич. Что-то тут принципиальное есть в этой полемии. С кредитом же выгоднее работать. Ну, это мы сейчас, это третий том будет. Мы пока не дошли до кредитов, мы их не знаем. Да, вы уже знаете, а я еще не знаю. Так же, как в начале первого тома еще капиталистов не знали, у нас там были только ходили эти пекари, бурочники там, портные обменивались. Так здесь мы еще про кредит не знаем. Особенно пекари. А где это он полемизирует? Это в четвертом параграфе что-нибудь найти не могу. Что в четвертом параграфе? В полемика со Смитом? Да. Да, это вот, если бы теперь кто-нибудь след за Адамом Смитом сказал. А, все, все, вижу, вижу, вижу. Да, да, да. Это не очень такой абзац, но я не знаю, надо ли его. Но мы рассматривали эту так называемую догму Смита два занятия назад. Оно повторяет немножко, да. Да, где у него распадается постоянный капитал, все время распадается на доходы. И потом он приходит к какому-то первичному там, первоначальному состоянию. А, да. Черного хода опять заносит в состояние. Да, совершенно, можно так образно выразиться. Он так и пишет там. Нет, контрабандным путем, по-моему, там такое выражение. Ну, эту главу стоит штурмануть, да, Виктор Иванович, полностью? Не лениться. Ну, не лениться поломать голову и так далее. Ну, не лениться и так не лениться. Да нет, там очень много всяких вариантов, Макс рассматривает. А мне представляется, надо вот основные идеи ухватить. То есть, как идет обмен, я в третий раз повторяю, между первым и вторым подразделением. И в чем сложность понимания по стоимости и по натуральной вещественной составляющей. Потому что это диаметрально разные, так сказать, понятия. Два фактора товара. То есть, мы фактически рассмотрели. То есть, мы рассмотрели обмен, идущий между первым и вторым подразделением. Это заработная плата и прибавочная стоимость рабочих и капиталистов первого подразделения. На 2С. Это рассмотрели, сам начальник. И сейчас, сегодня, вот сейчас, вот только что рассмотрели. Обмен, идущий внутри второго подразделения. А между кем и кем, и по каким направлениям идет. Это заработная плата рабочих второго подразделения и прибавочная стоимость капиталистов второго подразделения. Они же не понесут его в первое подразделение. Почему? Потому что в первом подразделении производится средство производства. Потому что это простое воспроизводство, поэтому прибавочную стоимость здесь капиталистов. не в этом, в том деле, что это простое, это прибавочная стоимость. А заработную плату рабочих второго подразделения у себя будут внутри подразделения тратить. Они им не нужны. Есть там потребление. Купит электродрели, пойдет раступить. Это не средство. Это предмет потребления. Это завод, завод он покупит. Или станки закупит, да? Фрезерные станки и поставят все на гору. Это мы сейчас рассмотрели. Вкратце, я помянул, но Марс там потом рассматривает. Ну, я, так сказать, для удобства рассмотрел момент. А как идет обмен такого элемента, как 1С? То есть средства производства, потребленные в первом подразделении. Так они внутри и потребляются. Там вроде как проблемы нет большой. То есть мы фактически закончили. Теперь можно только уже обобщить. Например, как идет обмен заработной платы рабочих первого и второго подразделения и прибавочной стоимости капиталистов первого и второго подразделения. По натуре, где они должны потратить свои денежки и рабочие обоих подразделений, и капиталисты обоих подразделений. Где? В первом подразделении или во втором? В первом подразделении. В первом подразделении средства производства производится. Нет, но если расширение производства, то... Мы рассматриваем простое, Иван Михайлович. Все, все, так же. Какой сейчас расширено, это следующее. Мы рассматриваем простое воспроизводство. Я имел ввиду первый подотдел второго подразделения. Ну, два. Нет, и в первом и втором, потому что капиталисты и предметы роскоши хотят. Ну, общая идея. Мы можем даже пока опустить предметы роскоши за скобку. Заработную плату рабочие обоих подразделений и капиталисты свою прибавочную стоимость, капиталисты первого и второго подразделения, где должны полностью потратить? Во втором. Во втором, конечно, потому что под натуральной вещественной составляющей продукция второго подразделения – это предметы потребления. То есть, да. Теликом. А коли речь идет о простом воспроизводстве, должен стоять знак равенства. Между заработной платой и приватной стоимостью рабочих и капиталистов первого и второго подразделения с одной стороны и всей продукцией второго подразделения. Ну, вот я по памяти скажу. Значит, 1В плюс 1М плюс 2В плюс 2М должно равняться С плюс В плюс М первого подразделения. Виктор Иванович, а вы вот не можете, как все-таки человек в каком-то смысле в этой сфере работающий, вот какие-то примеры привести? Какие примеры чего? А вот соотношение примерно, распределение. Вот сколько сейчас капиталисты относительно тратят на предметы роскоши и на предметы необходимого потребления? Ну, мы можем предположить, понимаете, возьмем, ну, каких-то самых крупных наших олигархов, да? Ну, там, я думаю, он карбасы столько не съест, это там пренебреживо. Сколько, даже самый крупный олигарх по весу может съесть в день тарелок супа? Абсолютно в две. В годы сколько получается? По цене здесь идет всякий... Если каждый день будет есть по две тарелки супа, сколько получается? Триста шестьдесят пять умножаем на два. Семьсот с небольшим, да, тарелок супа. Значит, в деньгах это сколько? Сколько стоит тарелка супа? Ну, в ресторане и до бесконечности. Ну, пускай, ладно, тысяча, тарелка, ой, ну, пускай, сто долларов тарелка супа, да? Семьсот тарелок на сто долларов. Ну, семьдесят тысяч получается, правильно, долларов. Жизни не хватит, чтобы все съесть. А с другой стороны, он покупает яхту в этом году, стоимость которой сто миллионов долларов. Яхта это предмет первой необходимости или предмет роскоши? Предмет роскоши. Ну, он-то считает по-другому, ну, вот мы должны посчитать. Предмет роскоши. Ну, вот положительный на чашу весов. Яхта сто миллионов. Есть. Семьсот с небольшим тарелок супа. Ну, он должен еще одеться, правильно? Костюм ему нужен. Сколько на год олигарху нужно костюмов? Ну, даже если менять, не знаю, каждый день 365 костюмов. Вы вносите на стоимость костюмов очень дорогих. А с другой стороны, ему самолет нужен персональный? Конечно. Конечно. Ну, вот положительный на чашу весов. Пожалуйста. Можете на досуге посчитать, если вам это интересно. Я думаю, нам лучше считать стоимость рабочей силы. Правильно получается. Трансовать заработной платы рабочих и думать, как поднять. Правильно получается, что коммунистическое распределение по потребностям, оно самое рациональное и самое маленькое. Потому что если по потребностям реальным распределять, то всего на всех хватит и еще даже и много останется. И цена будет снижаться. Но это мы забежали уже в расширенное производство. Это Иван Михайлович. Нет, это Иван Михайлович задал вопрос под занятием. Я смотрю по времени уже. А, да. Иван Михайлович, подводите итог и задание. Так, ну давайте-то действительно подведем итог. Мы не нашли до кризиса в четвертом параврахе. Ну ладно. В общем, велели мозгами. Я, надо сказать, без этого кружка. Я бы в этом во всем не разобрался. У меня бы ни мозгов не хватило, ни стимула в этом разбираться. Следующий у нас параграф пятый. Это опосредствование обмена денежным обращением. А когда мы собираемся? Во многом будет повтор того, что мы рассказывали. Два занятия. Иван Михайлович, вы упомянули коммунистическое распределение. Мало это или много? Мне кажется, это вопрос другой. Самое главное, оно научное. И там предметы потребления качественные. Еда, одежда и т.д. и т.п. Ну, настоящее или как это выразится? Ну, не то, что сейчас. Я думаю, что олигархи и так едят качественные предметы потребления. Олигархи, понятно. Их обманывают, не верьте. Мы тут немножко недосказали. Четвертый прогресс заканчивается. Ну, вот, немножечко начнем с конца четвертого. Ну, а так в основном пятый. Само собой, четвертый надо. Друзья, мы там и недосказали, и немножко перескочили. Восьмого-то встречаемся. Можно отключаться, да? Да. Спасибо. Все, до свидания. Всего хорошего. Счастливо, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...